Приветствуем вас Дорогоценные мои Мир вам и благодать до умножства Приветствую вас в эфире телеканала СНЛ И нашей интернет-общины Дом Веры Если вы еще не знаете О нашей интернет-общине Дом Веры В двух словах хочу сказать Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей интернет-общине Вы получите огромнейшие благословения Давайте вместе служить Домверы.ру Это наша интернет-община Я верю, что вы получите массу Массу благословений От нашей интернет-общины И я верю, что это будет хорошее время Для всех нас, чтобы вместе искать Лица Господня Вместе служить Господу Вместе поклоняться Ему Мы здесь встречаемся каждый день Кроме субботы и понедельника К сожалению, в воскресенье меня не было с вами У нас были съемки фильма Ночь на Рождество Но я верю, что вы получите массу благословений От этого фильма Я был волхвом У меня взяли такой костюм Такие кудри у меня были Мне там одна реплика Пару реплик в фильме будет Ну, это короткий фильм Но, знаете, эти пару реплик Для меня очень такие серьезные Нужно было учить Оказывается, мне запомнить реплику Очень сложно Я могу говорить текст часами Но запомнить реплику очень сложно Итак, сегодня у нас будет тема о времени О времени, о жизни Вообще, знаете, Бог наделил всех нас временем Бог дал нам всем время Когда каждый человек рождается на земле Он получает такой, знаете, подарочек Называется время Одному длинная жизнь Другому короткая жизнь Каждому своя жизнь Каждому дается свое время Кому-то 20 лет Кому-то 10 лет Кому-то 60 Кому-то 90 Кому-то 100 лет Люди разные бывают И каждому выделяется свой участок времени И его жизнь подходит к концу Вы знаете, мы не можем управлять двумя вещами Мы не можем управлять началом жизни И мы не можем управлять концом жизни Не имеем права управлять концом жизни Самоубийство – это очень плохая вещь Ты не можешь управлять концом жизни своей Ты не можешь забрать жизнь Писание говорит, что Любые убийцы Царство Божие не наследует Если вы убиваете себя То, значит, вы убийцы Вы же не успеете покаяться или еще что-то Поэтому самоубийство – это не выход Начало и конец Бог отмеряет нам длину И Он ожидает от нас Что мы в это время что-то будем делать В течение этого времени что-то должно произойти Я бы сказал так Бог будет проверять качество нашей жизни Как мы провели свою собственную жизнь На что мы ее потратили На что израсходовали Куда мы дели нашу жизнь Когда вы даете в подотчет деньги Когда, я помню, мне один сказал брат Ты дай мне деньги в подотчет Я отчитаюсь Я сказал, что это такое Я такое даже понятие не знаю Но он говорит, что в бухгалтерии есть такое Понятие в подотчет дать деньги Я говорю, ой, это как в Библии Царь раздавал Я был молодой пастор Вообще не разбирался в этих вещах Он говорит, да-да-да-да-да Ты даешь деньги в подотчет И потом тебе Вы знаете, когда я ему сказал Хорошо, ну на тебе Это был церковный сотрудник Дал деньги А потом он принес Пришел, говорит, я их издратил А на что? Он говорит, на то, на то Я говорю, а докажи Он говорит, ты что мне не веришь? Я говорю, не верю Ты должен отчитаться Он говорит, ну вот я тебе говорю Что я их издратил под назначение Я говорю, не-не-не, так не прет А ты мне должен чеки предоставить Он говорит, чеки Да хоть и хоть сейчас Он стругает Я посмотрел Я понял, что он лукавый Негодный человек И потом выяснилось Что он вообще через другие чеки брал Приносил И всячески обманывал Хитрил, юлил И я понял, что он неправильно использовал данные ему Деньги Он неправильно использовал Он неправильно Нецелевое использование финансов И я его строго наказал Через увольнение Знаете, когда мы придем перед Богом Бог дал нам в подотчет Жизнь Как эквивалент Если взять эквивалент финансов Таланты Жизнь дал Одному один талант Другому два Третьему пять талантов Каждому по мере сил Бог дал нам каждому жизнь И Бог будет принимать отчет Он будет принимать отчет о твоей жизни Ты будешь сдавать отчет Богу Ты будешь отчитываться перед Богом За свою собственную жизнь Каждый человек на этой планете Каждый человек должен принести отчет За собственную жизнь Вы знаете Когда мы говорим о времени Время Мы ждем чего-то от времени И мы ждем, что что-то произойдет И у нас есть ожидание И когда мы говорим об ожидании Ожидание требует времени И вообще наша вера Основана на ожидании На ожидании, когда Бог начнет действовать На ожидании правильного сезона Вы знаете, ожидать правильное время Мы все находимся в процессе ожидания И это не пассивное ожидание А активное ожидание То есть мы действуем, служим, ищем Проповедуем Какие-то хорошие вещи делаем Мы находимся в процессе активного Постоянного ожидания Ожидания действия руки Божьей Я ожидаю, что Господь что-то сделает Вы знаете, когда мы говорим об ожидании Мы вспоминаем Наши фундамент нашей веры Ведь вера же есть осуществление ожидаемого И это фундаментальная истина Мне кофеек принесли Если у вас есть возможность Возьмите ваше кофе О, какой запах приятный Благоухание Знаете, когда я держу кружку Я ожидаю У меня есть ожидание Нельзя сейчас пить, он на кипяток Но есть ожидание Ожидание, что Я наслажусь этим бодрящим напитком Когда он проникнет в мою внутренность И мы соединимся с ним В общем, супер Ожидание Давайте откроем Библию Пожалуйста, откройте Библию Евреям 11 глава 1 стих Вера же Евреям 11 глава Это Новый Завет в самом конце Библии Перед откровениями В нашей Библии Евреям 11 глава С 1 стиха Написаны такие слова Вера же есть Осуществление ожидаемого И уверенность в невидимом Знаете, когда мы говорим о вере Вера имеет фундамент в себе Времень осуществления ожидаемого Вы знаете Я вспоминаю историю Когда люди не дожидались И они хотели У вас есть такое желание Я хочу сейчас, сейчас, сейчас Побыстрее Боже, хочу, чтобы быстрее Все случилось Я хочу, чтобы благословения Побыстрее наступили Я хочу, чтобы слава Побыстрее пришла Я хочу, чтобы Сила Твоя, Господи Побыстрее явилась в ней Я хочу, чтобы Побыстрее, быстрее У меня нетерпение И вот, когда люди торопились, очень часто, когда люди торопятся, наступает катастрофа, давайте так скажем, наступает катастрофа в их духовном хождении. Вспомним историю, давайте еще раз из Библии вспомним историю, когда Саул, давайте откроем это место из Библии, Саул принес, не дождался, 1 царств 13 глава, 1 царств 13 глава, и я буду читать с 9 стиха, 1 царств 13 глава с 9. И сказал Саул, переведите ко мне, что назначено для жертв и всесожжения, и для жертв мирных, и вознес сам всесожжение. Но и едва кончил он всесожжение, вот приходит пророк Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы поприветствовать, ибо Самуил должен был принести всесожжение, как пророк Божий, как служитель Божий. Но Самуил сказал, что ты сделал, 11 стих, что ты сделал? И Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. А еще филистимляне собрались в Мехмасе, в Мехмасе. И тогда я подумал, теперь придут филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саул, сейчас послушайте, очень интересный момент. Ну что ж плохого такого, что человек принес жертву Господу? Ну хорошо, царь принес жертву Господу, царь принес жертву Господу всесожжение, ну разве это плохо? А оказывается плохо, а по какой причине? А по той самой причине, что он принес это не из любви, не из радости, не из благословения, а из страха. Он принес жертву из страха, он поторопился, он не принес, он пришел с жертвой из страха, он боялся. Народ разбегается, филистимляне собрались, пророк медлит. Что делать? Что делать? Нужно быстренько жертву принести, быстренько, быстренько, нужно войну начинать. Пророк замедлил, филистимляне вот-вот нападут. Народ бежит от меня, Господи, что делать? Что делать? Господи, чем мне заниматься, Господи? Отчего же это? И возникает такой вопрос, возникает очень серьезный вопрос. А почему ты приносишь жертву Господу? Потому что ты боишься или потому что ты веришь? Вообще интересно, жертву принести Господу из страха или из веры? Если ты делаешь это из страха, чтобы что-то не случилось, это не надобно Господу. Богу нужна жертва. Нужно правильное время, во-первых, правильное время, а второе, не из страха. Вспомните историю про Авраама. Вообще, это история древняя и известная. Все проблемы сегодняшнего Авраама из-за одной причины, детей Божьих Израиля, из-за одной причины, из-за того, что... Ну, здесь целая история, я даже, наверное, все читать не буду, но это описана длительная история событий вот этих всех. Событий, когда Бог сказал Аврааму, что у тебя будет сын, у тебя будет ребенок. Бог обещал Аврааму, что у тебя будет потомство, и что ты будешь благословенным, и что у тебя будет много... Ну, смотрите. И после всех происшествий, там война, Милхиздек, царь Салим, он встречает. И вот пятнадцатая глава, первый стих, Бытие, пятнадцать один. Если возможно, откроете с вашей стороны. После всех происшествий было слово Господа к Аврааму. Видение. И сказано, не бойся, Авраам, я считываю, награда твоя весьма велика. И Авраам сказал, благо Господи, что ты дашь мне, я остаюсь бездетным. Распределил дом Елизар, этот дом из Дамаска. И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомство, и так далее, и так далее, и так далее. И Бог ему говорит, что у тебя будет потомство. Посмотри на небо. И было слово Господне к нему, и сказал, будет он твоим... Не будет он твоим наследником. Он думал, Елизар будет. Но будет твоим... Четвертый стих. И было слово Господне к нему, и сказано, не будет он твоим наследником. Но тот, кто произойдет и счастлив от твоих, будет твоим наследником. Вывел его вон и сказал, посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, сколько у тебя будет потомков. Авраам поверил Господу и вменялась ему в праведность. Бог говорит Аврааму, считай звезды, столько будет потомков. Авраам очень обрадовался, все. Перелистываем 16 главу, смотрим. Но! Вот это но, вот это вечное но. Но! Все классно. Все потрясающе. Но! Бог сказал Аврааму. Здесь происходят события, вот эти все речи. И так далее, и так далее. И все будет хорошо. И Бог благословит, и так далее. И Авраам там телицу принес. И сказал Господь, возьми... Ты тогда козу, и так далее. Он всяк, рассек их пополам, положил одну часть. Он принес жертву 15-м. И вот 16-й. Но! Первый стих. Сара, жена Авраамова, не рожала ему. Все классно. Но Сара не рожала ему. Бог сказал, исчезал твоих, произойдет, так сказать, потомство. От тебя произойдет. Все классно. Бог сказал, принеси жертву. Не Елизар будет наследником. Я дам другого тебе, твоего наследника. Бла-бла-бла-бла-бла. Но! Но Сара... Вот эти, как слова убийства веры. Но! Все классно. Все сделал. Жертвовал Дестину, жертвовал. Молился, молился. Это сделал, сделал. Бог знал слово, дал слово. Но! Она не рожала ему. Я представляю, как Авраам смотрит на Сару и так... А она... Нет. И вот тут у нее была служанка написана. Но она не рожала. У нее была служанка египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму. Вот Господь заключил чрево мое, чтобы тебя не рожать. Ты так сильно хочешь ребенка. Бог тебе сказал. Войди к ней. Туда-сюда. Второй стих. И я буду иметь детей от нее. Авраам... Такая, знаешь, такая странная концепция. Авраам взял и послушался ее. Ужас. Вот. Она рожает ему ребенка. Рожает ему ребенка. И дал ему Авраам имя Измаил. Вот смотрите. 15-16 стих. Агарь родила Аврааму. Сына. И нарек Авраам. Это 16 глава. 15 стих. Сына имя Измаил. И 16 стих. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила ему Измаила. 17 глава. Авраам был 99 лет. Упс. Посмотрите. Когда ему родила она сына, ему было сколько? 86. Через 13 лет. Авраам был 90 лет. И дальше начинается разговор Бога с Авраамом. Что у тебя будет сын. Сын. И сын от твоей жены. Вообще. Вообще. Вообще все интересно. Бог обещает Аврааму ребенка. Авраам нетерпеже. Ждет ребенка. Смотрит на жену. Еще целых 13 лет должно было быть. Даже больше 14 лет. Она же год. 9 месяцев была беременная. Через 14 лет Бог приходит к Аврааму и говорит. Я Бог всемогущий. Ходи передо мной и будь непорочен. Сына рабы он не признает. И говорит. У тебя будет ребенок. Вы знаете. Когда Бог обещает Аврааму ребенка. И там еще целая история. Все эти истории. Которые происходили. И в 21 стихе. Рождение Сары Авраамом. Вы знаете. Рождение Сары Исааком. Я сейчас не буду вдаваться во все эти детали. Вы всю эту историю можете прочитать в Библии. Но я вас хочу. Вот просто чтобы вы увидели. Бог сказал слово. И нужно было. Включить терпение. И ожидание. Ожидать. Посмотрите что сделал. Что сделал Саул. Он не ждал. Он увидел обстоятельства внешние. И сказал. Оу. 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 Вся логика мне говорит. Что не прет. Не идет. Это все. Должно быть что-то другое. Это не надо. Не надо этого. Да. Нужно срочно войну начинать. Стратегия. Генералы сказали. Царь. Нужно начинать войну. Послушайте меня дорогие. Если вы искренне верите. Что вам нужно срочно начинать войну. Вам нужно побыстрее. Авраам подумал. Мне срочно нужен сын. Тогда вы будете рождать Измаилов. Тогда вы будете рождать тех, кто будут гнать потом сына духа. Измаил сын плоти. Первая царствия. Тринадцатая глава. Я прочитаю, что сказал Самуил. Когда тот пришел к Саулу, который принес жертву. Тринадцатый стих. Первая царствия. Тринадцатая глава. Тринадцатый стих. И сказал Самуил Саулу. Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царство над Израилем навсегда. Представьте, он теряет благословение. Он потерял благословение. По тупости. Просто. Кстати, он ничего плохого не сделал. В отличие от других людей, которые делают гадости и какие-то противные вещи. Он ничего плохого не сделал вообще. Он просто принял жертву Господу. Но Богу не нравится такая жертва. Он не хочет такую жертву. Не надо было спешить. Не спеши. Ныне упрочил бы Господь царство твое, а теперь не упрочит. Все. Точка. Авраам. Там Агарька ходит, египтянка. Ой. Там вот это. Авраам. Авраам. Не торопись. Не торопись. Еще четырнадцать лет. Бог проявит свою славу. Еще четырнадцать лет. Тебе будет девяносто девять лет. И придет тебе Бог. И скажет. Когда тебе будет сто лет уже, ты уже увидишь тогда ребенка. Авраам. Не торопись. Многие люди не ждут. Они хотят получить сейчас. Многие люди спешат на какие-нибудь библейские школы, чтобы сейчас получить свое чудо. Сейчас получить свое благословение. Сейчас получить свое. Сейчас получить, побыстрее получить. Дорогие мои. Когда мы с вами говорим. Когда мы с вами говорим на тему благословения. Спешка в этом вопросе очень опасная вещь. Нельзя спешить. Не спешите. Не спешите. Мне нужно благословение сейчас, моментально. Мне тоже нужно. Но я доверяю в руки Божьи. Я жду. Я жду, что Господь сделает свою работу. Не спешите. Многие люди требуют. Я хочу немедленно сейчас же, в эту секунду. У вас есть время. Ждите времени. Не нужно рождать Измаилов. Не нужно преждевременных жертв. Не нужно преждевременных агоний. Не нужно. Я понимаю, что вы живете в микроволновом веке. Вам нужно кофе. Вы быстренько засунули. Вам нужно еду. Достали полуфабрикат. Засунули. На кнопку нажали. 30 секунд подождали. Все готово. Знаете, когда я иду по магазинам в Америке. Если так удивительно. Тебе вот и курица такая. И уже готовое все. То есть просто нужно засунуть в микроволновку. Или в духовку. Ничего делать не надо. Лук не нужно жарить. Ничего чистить не надо. Морковку не надо. Все уже готово. Вот ты засовываешь. И все включается. Знаете, когда люди вот так живут. Они начинают думать, что с Богом примерно так же. Можно вот так. Ничегошеньки. Никуда. Все сразу же так. Шандарах. Вот так. Сказал. Халлилуйя. Во имя Иисуса Христа. По щучьему велению. Давай. Явись. Как знаете, Иванушка дурачок. Который приказывает. И там все движется. Дорогие. Наша сила. Когда мы ожидаем в терпении. Ожидаем в терпении. Помощь Египта. Знаете, я вспоминаю, когда у Авраама вот эта женская египтянка была. И он, так сказать, прибег к ее помощи, услугам. Он ей говорит. Ну, как бы. Представьте, как ее убедить еще нужно было. Как и Сара с Авраамом убеждали ее, что это все нормально. Сейчас Авраам придет тебе, так сказать, все сделать. Ты родишь ребенка. Все будет классно. Вы знаете, и вот. Эта ситуация очень вообще. Ее убедить надо. Ну, хорошо. Ладно, убедили. Сейчас она. А кто я буду? Наложница, что ли? Или кто? Ты просто будешь вот суррогатной матерью, родишь, и все нормально. Знаете, я вспоминаю это место из Библии, где очень четко написано про ожидание. Откройте Исайя 30 глава. Исайя 30 глава. Откройте, пожалуйста. Я сейчас смотрю. Вот здесь у меня появилось. Вы знаете, здесь написано так. Седьмой стих. Ибо помощь Египта будет тщетно, потому что я сказал им, силой их сидеть спокойно. И дальше написано 8 стих. И дальше написано 8 стих. Теперь пойди, начертай это на доске у них. 8 стих. Еще раз. Исайя 30 глава. 7-8 стих. Иди, пойди, начертай на доске у них. Напиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навеки, навсегда. И седьмой стих. Помощь Египта будет тщетно и напрасно. Помощь Агарьки будет тщетно и напрасно. Помощь, которую ты ожидаешь, хочешь сделать неправильные шаги побыстрее. Не делай неправильных шагов. Дай времени дозреть. Дай времени созреть. Милость Божья произойдет. Милость Божья произойдет. Дай времени дозреть. Помощь Египта будет напрасна, бесполезна Не ищи помощи от Египта Не ищи помощи у язычников Бог моя помощь Бог даст мне ответ Бог поддержит меня, подкрепит меня Спешка всегда чревата Кто впадает в различные искушения Те, которые спешат разбогатеть О, мне бы побольше денег Конечно, тебе хотелось бы иметь побольше денег Побольше власти Хотелось бы иметь побольше всего Но послушай, человек дорогой Если ты торопишься Если ты торопишься и ты хочешь Немедленное решение твоих проблем Тогда дьявол сразу же приходит Он предлагает тебе моментальное решение Приедь к нам и ты сразу же получишь исцеление Аллилуйя Приезжай сюда побыстрее И ты просто изменишься Ты станешь таким помазанным Таким великим Таким славным О нет Не торопись Бог никогда не торопится Иисус сказал, приду скоро Прошло две тысячи лет Спешка Поверьте мне Если бы вы меньше дергались То эффект был бы такой же Знаете, когда мне один человек рассказывал Он занимается торговлей акциями Он покупает и продает акции И я говорю, ну расскажи Он говорит, знаешь, есть дейтрейдинг И есть длинные инвестиции Я говорю, в чем разница? А он говорит, знаешь, дневные торгаши акциями Они делают такую вещь Акция вверх пошла Продали, купили Купили, продали Минус, вперед, вперед Они покупают сразу же много акций И сразу же сдают И вот так Они пытаются в течение дня Выкрутить Выкрутить из акции что-нибудь Говорят, ну есть такие ребята Они гораздо богаче Они вот так берут Бумс И вот так Ждут Бумс Там выстреливают Они ждут долго времени Я посмотрел и подумал Как интересно, что Те, которые играются Хотят побыстрее разбогатеть Побыстрее Ищут ту акцию Которая сейчас выстрелит Они чаще всего проигрывают Чем те Кто терпеливо ждет Те, кто терпеливо ждет Те, кто терпеливо в ожидании Те получают Большие дивиденды Сила твоя Сидит Спокойно Это не значит бездействовать Нет, 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 нет Ваше терпение должно иметь Совершенное действие Наш эфир подходит к концу Я открою Послание Иакова Откройте, пожалуйста Послание Иакова В Новом Завете Страница 60 Посмотрите Здесь написано так С второго стиха Иакова Первая глава Со второго стиха С великой радостью Братья Принимайте мои Когда впадаете В различные искушения Дальше написано Зная Что испытание Вашей веры Это стих Третий Производит терпение И дальше Терпение же Должно иметь Совершенное Действие Терпение Терпение Должно иметь Совершенное действие Чтобы вы были Совершенны Совершены Во всей полноте Без Всякого Недостатка О да чтобы вы были в совершенстве. Терпение должно иметь совершенное действие. Многие люди думают, что терпение – это бездействие. Я терплю и ничего не делаю. Нет, 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 нет. Я в ожидании славы Божьей. Я в ожидании силы Божьей. Я в ожидании руки Божьей. Я благословляю всех вас именем Иисуса Христа. Я говорю благословение, благословляю. Да пребудет с вами Господь, да поддержит вас Господь, да направит вас Господь, да и зальет от Духа Своего на вас. Благословляю именем Иисуса Христа. Благословляю вас, драгоценные. Научитесь управлять вашим временем и вашей жизнью. Аминь. Будьте благословенны. Благодарю всех вас за то, что вы вместе с нами живете, служите, молитесь. Я верю, что ваша жизнь будет наполнена благословением. Дорогая община Дом Веры. Я обращаюсь сейчас к каждому из вас. Послушайте меня, драгоценные мои. Мы вместе уже многое время. Я верю, что многие из вас получают благословение. И я верю, что в этом и есть моя судьба и предназначение. Послужить вам, чтобы вы получали благословение. Чтобы ваша жизнь наполнялась радостью. Я благословляю вас. Ожидаю, что Господня благодать будет действовать в вашей судьбе. Ожидаю, что Господне благословение будет действовать в вашей судьбе. Если у вас есть возможность, хотел бы пригласить вас в путешествие по Израилю. Пожалуйста, поехали вместе со мной. Если вы хотите знать больше, мы едем 21 октября до 3 ноября. Это длинный тур, есть короткий тур, по-моему, до 1 ноября. Мы поедем с вами. Если у вас есть желание и возможность, срочно зарегистрироваться. У нас послалось последних несколько мест. Поэтому просто немедленным образом регистрируйтесь, чтобы вы успели оказаться в этом путешествии. Конечно, если вы не окажетесь в этом путешествии, ничего страшного не произойдет. Но я верю, что вместе мы проведем время и познакомимся ближе. Поэтому я ожидаю вас в этом путешествии. Хранит вас Господь. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Благодарю за партнерство, за участие, за то, что вы поддерживаете. Мы друзья. И друзья поддерживают друг друга. Я верю, что ваша молитвенная поддержка, ваша духовная поддержка будет очень весомой и значимой. Продолжайте молиться. Мы сквозь тернии пробиваемся к славе Божьей. Мы проходим сквозь тернии к благословениям. Я верю, что наше долготерпение принесет большой результат. Не всегда все получается то, что мы хотим. И хочется, чтобы было все быстрее. Но знаете, не всегда получается быстрее. Иногда получается не очень быстро. Но даже если получается не очень быстро, мы продолжаем иметь действие. В терпении имеем совершенное действие. Пусть Бог благословит вас. Благодарю вас за вашу активность, за ваше партнерство. Благодарю вас за вашу веру, за ваши молитвы. Благодарю Бога за то, что вы держитесь за Слово Божие и продолжаете возрастать. Я молюсь, чтобы вы там в Доме Веры, все, кто смотрит меня через спутник или через интернет, возрастали и укреплялись. Благодарю вас за участие и за поддержку. Хранит вас Господь. Во имя Иисуса Христа. Прощаюсь и благословляю вас. Всем пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал MaximCNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры сделал DimaTorzok